Добрый вечер, товарищи! 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 Совет Безопасности ООН срочно собрался сегодня на закрытое заседание, чтобы заслушать информацию постоянного представителя СССР при ООН Юлия Воронцова об итогах переговоров в Москве по урегулированию Ирако-кувейтского кризиса. Члены Совета Безопасности обменяются мнениями относительно дальнейших возможных шагов по поиску путей мирного решения конфликта. Ну, в нашей программе мы еще вернемся к теме войны в Персидском заливе А сейчас о событиях в нашей стране. Главное из них – празднование Дня Советской Армии и Военно-морского флота. Репортаж с Манежной площади в Москве. Вот он митинг. Смотрите, сколько здесь народу. Говорили 1400, а может и больше. И вот, глядя на это море людское, я невольно вспомнил заметку в курантах. В ней сегодняшний митинг назван военизированным, по приказу, за отгулы, что военные будут иметь при себе оружие, что и милиция наша московская не дает уверенности, что безопасность участников митинга сможет быть обеспечена. Так что же, силой сюда люди привезены? Нет, что вы, нет, не слышал такого. Она пришла. Даже муж остался дома с ребенком, а я пришла. А почему же они тогда не убежали отсюда, если их насильно привели? Такой институт, как армия, на Руси, он всегда был как-то, ну, в отличие от других стран, ну, с народом един. Я думаю, в этот день каждый военный должен быть на этом месте. Всего того, что куранты предсказывали, я лично не видел. Видел даже и вот этот, так сказать, параллельный альтернативный митинг человек на 30-40. Никто их не разгонял, но и никто не замечал. А как встречали выступления с трибуны, вы сейчас увидите и услышите сами. Сейчас будет говорить Михаил Ножкин. Не политик, не партийный функционер, актер, поэт, певец. Мы должны вспомнить, что мы наследники великого народа, великого государства, что у нас еще живы в традиции наших предков. Распал армии – это самоубийство. Есть плохие солдаты, есть плохие фрикады, есть плохие генералы и плохое оружие. Но не может быть плохой армией, потому что армия – это составная и неотъемлемая часть любого народа в любом государстве. Не может быть плохого народа. Армия – это действительно единый. Мы с армией – нормальную, многонациональную, крепкую армию. Ни одна страна не позволяет себя располагать армию. Мы должны вспомнить, что мы должны поверить в себя, в свой потенциал. Человеческий, духовный, правильный, ракственный. Тогда мы будем жить. Мы должны стать крючком к крючу, иначе нас, отцовщик, и народу, мы будем большого родня. Не думайте, что мы родня. На митинге было принято обращение к президенту страны, народным депутатам всех уровней, ветеранам войны и труда, ко всем москвичам о сохранении нашего Союза как единого государства, за единство вооруженных сил и народа, как гарантию стабильности общества. В митинге приняли участие министр обороны СССР, маршал Советского Союза Язов, председатель КГБ СССР Крючков, министр внутренних дел СССР Пуга, члены политбюро ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС Засохов Лучинский, первый секретарь ЦК КПСС РСФСР Полосков, первый секретарь МГК КПСС Прокофьев, секретари ЦК КПСС Гиренко Купцов. Участники митинга возложили венки к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Давно не видела Дворцовая площадь такого обилия алых флагов. Обычно они терялись среди императорских стандартов, российских, монархических. Верность алому флагу сохранила советская армия и флот, отмечающий сегодня день своего рождения. Не звучали с трибуны истерические призывы к расправе, как бывало не раз, ненависти, не было оголтелой критики всех и вся. Люди говорили о горечи и боли за судьбу армии, переживающей нелегкие. Народ и армия едины, стерлись эти слова, забыты. А ведь сотни тысяч военнослужащих наши дети, сыновья, внуки. Многое свалилось на их плечи. Афганистан, Тбилисия, Литва. Порой целым поколениями суждено испытать того, что пришлось пережить вот этим молодым парням, тем, кто постарше. Даже в день праздника не радость, а озабоченность в их глазах от постоянных нападов, словесных обстрелов. Один из офицеров, выступавших на митинге, заметил, у каждого поколения есть свое Куликово поле. Было оно у наших отцов и дедов, защищавших родину Великой Отечественной. Есть оно и у сегодняшних военнослужащих. Сохранить страну, спасти ее от развала, не превратить нашу землю в поле брания. Надежда на разум людей. Но, к сожалению, он изменял некоторым пришедшим на дворцовку. Спорные ситуации, несовпадения взглядов разрешались отнюдь не парламентскими методами. Человека с иными лозунгами или распространявшего иные листовки толкались, сбивались ног. Мы тоже чуть не поплатились. У оператора Вячеслава Задорожного пытались вырвать камеру. Не получилось. Тогда пятерней закрывали объектив. Силой требовали умолчания. Когда же мы поймем, что насилие грозит еще большей конфронтации? Научимся ли мы прислушиваться к кому бы то ни было? Ведь ум на то и дано, чтобы уметь выслушать людей. Всех. А не видеть в друг друге врагов. Единство народа расколоть легко. А вот собирать его все равно придется. Иначе стране не поможешь. Многотысячный митинг в защиту политических и социальных прав советских воинов прошел сегодня в литовской столице. Он наглядно показал, что большая часть населения республики испытывает глубокое уважение к защитникам Родины. Выступавшие говорили о той большой роли, которая отводится воинам в деле защиты советской власти в Литве и прав ее граждан. Участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить все правовые акты, ущемляющие права военнослужащих и членов их семей. Пресечь провокации против воинских гарнизонов, памятников и захоронений солдат и офицеров, павших в боях за освобождение республики от фашистских захватчиков. Манифестации, посвященные советским вооруженным силам, прошли также в Риге, Киеве, Владивостоке, Казани и других городах. Сегодня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Язов, члены коллегии Министерства обороны СССР, генералы и адмиралы возложили венки к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Минутой молчания они почтили память воинов, павших в борьбе с фашизмом за мир и счастье народов. В ознаменовании 73-й годовщины Советской армии и Военно-морского флота сегодня вечером небо над городом-героем Москвой расцвело огнями праздничного фейерверка. По случаю праздника фейерверк был произведен в столицах союзных республик, городах-героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе, Новороссийске, Керчи, Туле, Смоленске, Мурманске и крепости-герои Бресте, а также в городах Калининграде, Львове, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке и Североморске. Сегодня в Свердловском зале Кремля состоялся торжественный акт вручения государственных наград. Признание героических заслуг перед советским народом, выдающийся вклад в процесс обновления общества, определил его вице-президент СССР Геннадий Иванович Янаев, который и вручал награды. На церемонию были приглашены космонавты, ученые, конструкторы, рабочие, организаторы производства, военные. Золотые звезды Героя Советского Союза были вручены космонавту Монакову и акванавту-испытателю Ватагину. Большая группа была отмечена званием Героя Социалистического Труда. Среди них создатели универсальной ракетно-транспортной системы «Энергия» и орбитального корабля «Буран». Награжденные в ответном слове отмечали необходимость скорейшего использования в народном хозяйстве этих уникальных технических достижений. Вице-президент, поздравляя награжденных, сказал Нижайший вам поклон, товарищи, за ваш труд. Впереди у вас у всех очень много еще жизненных, творческих сил, огромный потенциал. Я поздравляю вас. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. Спасибо вам большое. Последние события в Грузии, в Южной, Северной Осетии, да, в общем-то, вся наша неспокойная жизнь, подтверждают, насколько важно для нас сейчас как можно быстрее разработать и заключить новый союзный договор, обрести покой в межнациональных отношениях. Об этом, в частности, говорили и участники большого митинга, который прошел сегодня в Волгограде. Организатор митинга на Волжской набережной, он проводился по инициативе Волгоградского общества «Ленин и Отечество», советов ветеранов войны и труда, ветеранов коммунистической партии, дали ему название «За гражданское единство, мир и согласие». Это то, чего нам так не хватает сегодня. И, наверное, поэтому, в отличие от предыдущих митингов, здесь ни разу не прозвучало слово «долой». Ораторы пытались аргументированно обосновать свое отношение к идее обновленного союза суверенных республик, считая, что без такого союза обществу вряд ли удастся вырваться из глубокого экономического кризиса, поразившего всю нашу жизнь. Говорили о том, что в результате происходящего раздела рухнули установившиеся связи по взаимным поставкам сырья и материалов. На грани остановки целый ряд крупных промышленных предприятий Волгограды и области. Участники митинга приняли обращение ко всем жителям Волгоградской области. В этот трагический момент, говорится в обращении, мы призываем всех, кому не безразлична судьба Отечества, принять активное участие во всесоюзном референдуме о будущем СССР и проголосовать за его сохранение как союза суверенных равноправных республик. Как сообщили корреспондентам ТАСС в пресс-центре Чрезвычайного комитета при председателе Верховного Совета Северо-Осетинской ССР, обстановка в Южной Осетии продолжает оставаться чрезвычайно напряженной. За минувшие сутки в окрестностях Цхинвали велась перестрелка, имеются раненые среди жителей города. Судьба отдаленных осетинских сел по-прежнему не сна, так как оттуда нет никаких вестей. Южная Осетия остается в кольце экономической и энергетической блокады. В Северную Осетию продолжают пребывать беженцы из Южной Осетии. Здесь скопилось свыше 8 тысяч женщин, детей, стариков. В республике принимаются срочные меры по их устройству и размещению. Ну а как живет в эти дни Грузия? Острейшие проблемы республики, о которых пойдет речь в нашем следующем репортаже, наш корреспондент связывает с кризисом союзной экономики. Но только ли в нем дело? Кризис союзной экономики не обошел и Грузию. На редкость трудной оказалась нынешняя зима. Не отапливаются квартиры, школы, детские сады, больницы. Из-за дефицита электроэнергии, вынужденном отпуску без зарплаты находятся 200 тысяч работников промышленных предприятий республики. Всего 4 часа вещает телевидение. Причина же в том, что ежесуточно на 7 миллионов кубических метров уменьшилась подача природного газа Северного Кавказа. Значительно сократились перетоки электроэнергии из соседних республик. Трудновато с продуктами. Ежедневно растут цены на колхозном рынке. К этому добавилась и проблема грузинских беженцев из Юга Осетии. Их уже 10 тысяч. Почти 30% населения области. В основном детей, стариков, женщин. За что же горе такое? 35 лет жила дружно с осетинами, а они мне дом подожгли. С Хенвали свободно можно выйти и зайти. До комендантского часа. Как жителям, так и приезжим? Всем, всем. Свободно можно. Еще раз повторяю я. Комендантский час начинается в 7 часов вечера и кончается в 7 утра. А как вот работают магазины, рынок работают? Рынки работают. Магазины работают. Ну, конечно, перебой с продуктами есть. А школы? Школы тоже работают частично. Осетинские школы. А грузинских школ в городе Цхенвале уже нет. Их подожгли. Стрельба продолжается? Стрельба продолжается. Особенно в ночное время. Как будет с электроэнергией? Вот я думаю, что насчет электроэнергии правительство республики. Сам президент занимается этим вопросом. Вчера тоже у нас был с ними разговор. Мы делаем все для того, чтобы в мире возможность, какая обеспечивается города, например, Гори и другие города, так что оказали помощь тоже городу Цхенвале. Я вошел с предложением в правительство республики. В траурных рамках вышли газеты, приспущены флаги в городах и селах Чечена-Ингушетии. Республика скорбно отмечает трагическую дату – 47-летие со дня начала преступного выселения чеченцев и ингушей из родных мест. Президиум Верховного Совета Республики объявил 23 февраля днем памяти жертв сталинских репрессий. Кабинет министров СССР рассмотрел конкретные вопросы подготовки к весенним полевым работам. Принято решение, обязывающее Госнаб СССР, Минавтосельхозмаш СССР, Минхимнефтепром СССР, другие министерства и ведомства всемирно ускорить поставку запасных частей, техники, полиэтиленовой пленки и создать необходимые запасы топлива и масел. Принято постановление, в котором определен порядок участия горожан в уборочных и других сельскохозяйственных работах в наиболее напряженные периоды. Вел заседание премьер-министр СССР Павлов, полностью текст публикуется в печати. Экономическая хроника. Узел при Днепровской железной дороге, станция Нижний Днепровск, в последние месяцы столкнулась с тугим узлом проблем, требующих немедленного решения. Прежде чем начать разговор о болевшем, железнодорожники показали нам вот такую картину. Сегодня только в этом депо стоят в ожидании работы 20 локомотивов. Почему в последнее время наблюдается резкий спад объема перевозок? По этой причине, значит, у нас отсутствует заработок и фонды накопления по нашему предприятию. Вот какую справку мы получили в управлении дороги. Грузы отправителя срывают отгрузку рудно-металлургического сырья, угля, готового проката. Только в январе перевезено различных грузов почти на 2 миллиона тонн меньше, чем за тот же месяц минувшего года. Падает прибыль. Депо находится сегодня буквально на грани банкротства. Рабочим не выплачено еще прошлогоднее выслуга. Если действительно не будет в ближайшее время приняты правительством какие-то решительные меры по улучшению работы железнодорожного транспорта, мы можем стать тормозом в развитии хозяйства страны. Наш коллектив бастовать не хочет и не намерен, ибо мы понимаем, что значит остановить движение транспорта. Но помочь нам в решении этих вопросов мы бы очень просили. С кем бы мы в этот день не говорили, с машинистами локомотивов, руководителями службы, экономистами, все сходятся в одном. Выход из кризисной ситуации в двойном повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки. В свое время, года два тому назад, подобную ситуацию с железными дорогами мне довелось наблюдать в Венгрии. Там тоже решили разрубить гордие в узел проблем одним махом, повысить тарифы. Что ж, повысили и, насколько я знаю, вот за последнее время уже не раз. Результат? Грузов на дороге стало меньше, реже ездят пассажиры, а проблемы у венгерских железнодорожников как были, так и остались. Это к слову. Новость приятная. Акционерное общество «КамАЗ» готовится к выпуску разработанного Ленинградским производственным объединением Кировский завод малогабаритного трактора К-20. Трактор этот очень ждут на селе и, в первую очередь, фермеры. Репортаж нашего корреспондента. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у владельцев фермерских хозяйств, смотрящих эти кадры, должно захватить дух. Этот маленький многоцелевой трактор создан на основе пожеланий и даже консультаций людей, непосредственно работающих на земле. Не буду углубляться в подробное описание технических достоинств машины, хотя их немало. Назову только нескольких. Трактор полноприводной. Все его колеса управляемые и одинаковые в диаметре. Это делает его, по утверждению конструкторов, бесстрашным перед любым бездорожьем. А использование дизельного двигателя, разработанного Волжским автомобильным заводом, и полную универсальность конструкции делают новый трактор совершенно бесценным для фермеров. Существует ли примерная оценка хотя бы сроков начала серийного выпуска? Мы планируем так. В этом году сделать опытную партию 100-150 тракторов. В следующем году уже партию приблизительно 1,5-2 тысячи. И далее есть программа по ежегодному наращиванию этого трактора. Мы хотели бы в течение пятилетки выйти на полный проект. Где-то 60-50 тысяч тракторов в год. А чтобы новую машину не постигла та же участь, что и множество разрекламированных, но почему-то так и не появившихся на полях косилок, молотилок и другой техники для фермерских хозяйств, КАМАЗ вместе с Кировским заводом ищет партнеров на акционерной основе, чтобы как можно быстрее развернуть серийное производство. Сегодня в Москве проездом находился председатель партии «Индийский национальный конгресс» и Раджив Ганди. В неофициальной обстановке состоялась его дружеская встреча с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Извините. И снова о событиях в Персидском заливе. Только что мы получили репортаж Бориса Калягина из Вашингтона. Реакция американской администрации на договоренность с Ираком, достигнутую в Москве, с самого начала была довольно прохладной. Правда, президент Буш высказал признательность Советскому Союзу за усилия, направленные на прекращение конфликта. Но Соединенные Штаты не приняли наш план мирного урегулирования. По мнению американского руководства, советские предложения слишком благоприятны для Ирака. Тем не менее, наша инициатива оказала воздействие на позицию Вашингтона. Глава Белого дома выдвинул свои условия прекращения войны. Он предъявил ультиматум Багдаду, потребовав начать немедленный и безоговорочный вывод войск из Кувейта к 12 часам дня 23 февраля по вашингтонскому времени. Вывод войск должен быть завершен за неделю. В течение первых 48 часов иракцы обязаны вывезти свои части из столицы Кувейта и освободить всех военнопленных. Они должны также обезвредить установленные ими в Кувейте взрывные устройства, в том числе на нефтяных месторождениях, и предоставить карты расположения своих мин. В противном случае США и их союзники начинают наземное наступление. США хотят не только освобождения Кувейта, но и выплаты Ираком крупных репараций, ликвидации военного потенциала Ирака и отстранения от власти Саддама Хусейна. Американские требования умышленно составлены в очень жесткой форме, чтобы унизить багдадское руководство. Я напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени истек срок ультиматума, предъявленного коалицией Багдаду по поводу вывода его войск из Кувейта. Пока мы не имеем сообщения о том, как развиваются события в районе Персидского залива в этот час. Введенные Багдаду ультиматумом, многонациональные силы продолжали вести огонь по позициям иракских войск. Сообщается об уничтожении еще 18 иракских танков, 15 бронетранспортеров и грузовиков, Авиация союзников совершила в минувшие сутки 2700 боевых вылетов. Уничтожено 6 иракских мобильных установок для запуска ракет СКАД. Ночью налетом авиации подвергся Багдад. Между тем число подожженных нефтяных скважин на территории Кувейта достигло 179. По данным Пентагона, дым отмечен над четвертью всех нефтяных разработок Кувейта. Пламя можно наблюдать на расстоянии 80 километров. Как полагают американские военные специалисты, поджог месторождения говорит о том, что Ирак понимает невозможность удержать Кувейт и стремится теперь ликвидировать его природные ресурсы. Ирак продолжает отвергать свою причастность к этим поджогам. Дым от пожарищей может в какой-то степени затруднить действия многонациональных сил, которые, как сообщается, полностью готовы к наземному наступлению. Танки проделывают проходы в земляных укреплениях. Саперы уточняют расположение минных полей Ирака. Священники, которые в американской армии заменяют политорганы, настраивают солдат на победу и призывают их надеяться на Бога. Министерство иностранных дел Египта считает, что советская инициатива по прекращению войны в районе Персидского залива, несмотря на высокую оценку, которой заслуживают добрые побуждения советского правительства, является в ряде отношений недостаточной для того, чтобы соответствовать основным положениям резолюции Совета безопасности ООН по иракскому вторжению в Кувейт. Об этом со ссылкой на заявление официального источника в египетском МИД сообщило агентство МЭНа. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Египта Ахмед Абдальмагид выразил сегодня надежду на то, что Ирак выполнит требования, сформулированные Соединенными Штатами, и избавит регион от новых страданий и разрушений, передает агентство МЭНа. Только что мы получили сообщение. Военные действия против Ирака продолжаются согласно плану. Об этом сообщается в только что распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джорджа Буша. В документе выражается сожаление в связи с тем, что Ирак не выполнил требования США о начале полного и безоговорочного вывода своих войск из Кувейта сегодня к полудню по нью-йоркскому времени, к 20 часам по московскому. Президент вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены добиваться осуществления резолюции Совета Безопасности ООН. О других зарубежных событиях. В результате совершенного сегодня в Таиланде военного переворота к власти в стране пришел Национальный комитет поддержания общественного спокойствия во главе с главнокомандующим вооруженными силами страны генералом Сунтаном Консом Понга. Новый высший орган власти обнародовал первые декреты. Действие Конституции Таиланда прекращено, парламенты правительства распущены. По всей стране введено военное положение. В первой половине дня армейские подразделения при поддержке танков и бронетранспортеров захватили в Бангоке здание Таиландской национальной радиовещательной службы и взяли под контроль правительственные радио и телевизионные каналы. По чистым не было оказано никакого сопротивления. Премьер-министр Чунхаван задержан и находится под арестом. Сегодня в Токио старший сын нынешнего японского императора, принц Нарухито, официально провозглашен наследником хризантемового трона. Император Акихито объявил, что принц Нарухито становится официальным наследником престола. Принц в ответной речи заявил, что приложит все силы, чтобы исполнить свой долг. Сегодня принцу Нарухито исполнился 31 год. Говоря о нем, местная пресса неизменно отмечает, что после женихбы своего младшего брата принца Акисино, Нарухито привлекает пристальное внимание всех молодых незамужних японок, которые стремятся воспользоваться уникальным случаем войти в освященную небом императорскую семью. В Албании вновь прошли массовые антиправительственные митинги и демонстрации. Одновременно в ряде городов состоялись спонтанные митинги в поддержку политики правящей албанской партии труда и лично Рамиза Али. Сторонники нынешнего режима скандировали лозунги «Энвер Ходжа с нами», «Энвер Ходжа жив». В ряде случаев, сообщает агентство «Танюк», демонстранты требовали вернуть на прежние места памятники и бюсты Энвера Ходжи, сброшенные во время выступлений протеста 20 февраля. Чрезвычайный сейм гражданского форума открылся сегодня в Праге. Самое влиятельное политическое движение ЧСФР, одержавшее победу на парламентских выборах летом прошлого года, находится в критической ситуации. Делегатам предстоит решить главный вопрос – в каком виде гражданский форум будет действовать дальше? Движение разделилось на две сильные группировки. Сторонники нынешнего председателя гражданского форума Вацлава Клауса поддерживают идею создания правой партии с вертикальными структурами, жесткой иерархией и фиксированным членством. Сторонники министра иностранных дел Иржи Динстбера выступают за сохранение гражданского форума как движение, объединяющего различные по взглядам политические силы. Сегодня в Гданьске открылся внеочередной съезд солидарности. Предстоит избрать нового председателя профсоюза вместо признанного лидера Леха Валенцы, ставшего президентом страны. Делегаты, представляющие все 38 регионов, определяют тактику действий солидарности во время предстоящей избирательной кампании по выборам в польский парламент. Парламент Румынии принял закон о земельном фонде страны. В соответствии с ним земля в Румынии может являться объектом частной собственности, служить предметом купли и продажи, а также передаваться в наследство. Каждая сельская семья, которая должна стать основой фермерского хозяйства, имеет право на безвозмездное получение участка земли площадью до 10 га. И снова вспомним о том, что сегодня День Советской Армии. Той самой армии, которая в 40-е годы освободила и наше Отечество, и народы Европы от фашизма гитлеровского образца. Стоит ли об этом забывать? И нам, и таким свободным теперь европейцам. Сегодня, 23 февраля, в Берлине, в столице Федеративной Республики Германии, торжественно отмечался День Советской Армии. Совсем недавно такая ситуация могла бы показаться фантастически. Но сегодня это реальность. В сердце Единой Германии, страны, входящей в НАТО, вот так, торжественно, с такими вот почестями, отмечается наш воинский праздник. Да, многое меняется в нашей стремительной жизни. Разное можно услышать сегодня и о наших вооруженных силах, да и не только за рубежом, но и у нас в стране. Однако здесь, на немецкой земле, где в составе западной группы войск несут службу несколько сотен тысяч советских воинов, эта февральская дата в душе человеческой связана прежде всего с памятью тех, кто захоронен и остался здесь навечно, освобождая мир от коричневой чумы фашизма. Позвольте мне от имени воинов южно-западной группы войск, группы войск Германии, передать слова благодарности, признательности, любви нашим ветеранам Великой Отечественной войны, труда вооруженных сил в этот замечательный праздничный день. Вместе с нашими соотечественниками пришли сегодня в святые для нас места в берлинский Трептов парк и к памятнику советским воинам в берлинском районе Тиргартен и представители союзнических государств антигитлеровской коалиции. Многие немецкие граждане пришли, чтобы отдать дань памяти погибшим и выразить уважение их наследникам, перед которыми стоят сейчас непростые задачи. Освобождение Болгарии называют войной без выстрела. Цветами и объятиями встречали русских братушек на болгарской земле. Памятник советскому воину-освободителю, воздвигнутый по воле народа, как бы переносит нас в далекие дни осени 1944 года. Каждый народ вправе решать, кому возводить памятники и какие памятники рушить. Но без исторического цинизма и глумления над прошлым. В последнее время в Болгарии раздаются требования, которые выражаются определенными кругами и силами, снести такие памятники. В духе классического антисоветизма их называют символами рабства, а советского воина-освободителя оккупантом. Вот и собрались участники сопротивления в Болгарии, ветераны войны с фашизмом, партизаны, участники общенационального движения за гражданский мир на площади в центре Софии, чтобы сказать нет актам вандализма и предательства собственной истории. Стоит над горою Алеша Болгарии русский солдат. Неужели у кого-то поднимется рука, чтобы разрушить этот памятник и к воину-освободителю в Пуловдиве? Стоит над горою Алеша, 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 Стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат. Репортаж нашего корреспондента в Японии, думаю, в очередной раз удивит вас. Ну, во-первых, фантастичностью проектов, о которых пойдет речь, а во-вторых, их реальностью, раз уж за дело берутся японцы. Мечта о пусть небольшом, но все же своем саде, похоже, не оставляет и японцев в горожан. Сказывается древняя привязанность к живой природе, прекрасная традиция японских садов. Быть может, именно городская теснота, да еще воспоминания о тех временах, когда токийским воздухом невозможно было дышать, так он был загрязнен, и заставляют японцев сажать зелень везде, где это возможно и невозможно. Мечта о городе-саде жива здесь. И не только жива, она воплощается в совершенно конкретных проектах. Концертный зал «Оранжерея». Лишь одна из необычных идей такого рода, осуществленных в последнее время. Построенная к всемирной выставке зелени, после ее окончания она стала одной из достопримечательностей города Осака. А на очереди совсем уж необычные сооружения. Вот в разрезе макет здания, до всех этажах которого будут разбиты сады. Оно станет частью города будущего, тема которого – слияние городской и природной среды. Ну и совсем уж необычен проект города, ушедшего корнями глубоко в подземное пространство. Убрав вниз основные коммуникации, фирма Нисимацу предлагает не только максимально сохранить земную поверхность, но и вырастить новые сады глубоко под землей. Но чтобы деревья выросли в таких необычных условиях, нужна соответствующая технология. Не будем утруждать зрителя техническими подробностями. Скажем только, что уложенный на бетонное основание искусственный грунт фирмы Тадзима – это скрытая под почвой сложнейшая структура слоев новейших материалов, образующих фильтрующую и дренажную системы. Так что, если подземные сады – дело будущего, то вот такие дома – уже сегодняшняя японская реальность. Печальное сообщение мы получили из Ленинграда. Сегодня около 8 часов утра вспыхнул пожар в гостинице интуриста «Ленинград». Предположительно, он произошел от взрыва кинескопа телевизора на седьмом этаже. Отделанная синтетикой комната мгновенно была охвачена пламенем. Огонь перебросился на верхние этажи. Около четырех часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать огненную стихию. В борьбе с огнем погибли капитан Сергей Капитонов и восемь его товарищей. Представитель интуриста сообщил, что всем пострадавшим оказывала необходимая помощь. Проживавшие в гостинице «Ленинград» размещены в других гостиницах и туриста. Приступила к работе следственная комиссия. В Советском Союзе проходят гастроли французского балетного театра города Рубе. Труппы балет Дюнур сравнительно молода. За неполное десятилетие танцовщики десяти национальностей постепенно становятся национальной труппой на севере Франции. А рабочий городок Рубе балетной столицей области Норг-Паде-Калей. Есть и еще две задачи у театра, основанного Альфонсо Кота. Желание приобрести международную известность, естественно, а главное пропаганда хореографического искусства вдали от балетных столиц. Такое решение приняло правительство Франции, последовательно проводя с 80-х годов децентрализацию хореографического искусства. Театр сохраняет хореографическое наследие Джорджа Баланчина, чьим учеником был Альфонсо Кота. Отсюда выбор репертуара. Пять из шести гастрольных спектаклей создал Джордж Баланчин. Ваша труппа является продолжителем дела Баланчина. Не боитесь ли вы привозить балеты на родину этого хореографа? Мы испытываем определенный страх, поскольку советская публика разбирается в танцах и имеет прекрасный вкус. Мы испытываем особые волны, не выступая первый раз в Москве, как много объединяет эту французскую труппу с нашей страной. Музыка Чайковского и Стравинского, хореография, освещенная духом Джорджа Баланчина, балет Аполлона Мусагет был впервые исполнен труппой русский балет Сергея Дягилева, а первым исполнителем роли Аполлона был Серж Лефарь. Связи двух культур не утрачиваются с годами. Вновь у нас гастроли зарубежной труппы. И москвичи, а затем ленинградцы заново открывают неизвестные страницы истории русской хореографии. Добрый вечер. Сегодня вы увидите видеоотчет сразу о нескольких эстафетах. На одной из них был даже установлен мировой рекорд, но об этом через несколько секунд а пока сообщу вам, что в результате жеребьевки, проведенной в Испании в Ленаресе, стали известны четвертьфинальные пары претендентов на первенство мира по шахматам. Итак, Карпов будет играть с Анандом Гельфанд, с Шортом Иванчук, с Юсуповым, а Тимман с Корчным. Кадры, полученные примерно за полчаса до выхода в эфир нашей программы, повествуют о новом мировом рекорде для залов, установленном в Париже на турнире шести наций советской сборной в эстафете 4 по 400 метров. А элита Юрченко, Людмила Джигалова, Марина Шмонина и Маргарита Пономарева, обогнав соперниц, пробежали эту дистанцию за 3 минуты 28,8 секунды, что быстрее прежнего рекорда почти на 5,5 секунд. В общем зачете на этом турнире победили легкоатлеты Германии и лишь 2 очка проиграла им наша команда. На чемпионате мира по биатлону Светлана Давыдова, завершая усилия под рук по сборной на последнем этапе сегодняшней эстафеты, чувствовала себя уже достаточно уверенно и отстреляв без промаха последние 2,5 километра бежала в гордом одиночестве. Хотя после первых двух этапов могли возникнуть у наших девушек проблемы, так как Елена, Белова и Головина выполнили свою задачу не лучшим образом. Серебряные медали у команды Норвегии, а бронзовые у германских биатлонисток. Ну а мужская команда этой страны вообще выиграла золотые медали, что называется, без сверхусилий. Вы сейчас видите, насколько уверенно чувствовал себя на огневых рубежах Фридс Фишер. После второго он смог идти к финишу, не торопясь. Что же касается нашей сборной, то после первых двух этапов она занимала шестое место и Сергей Тарасов смог вывести ее в предпоследние четверти на третье. Сергею Чепвикову пришлось оспаривать второе и третье места с норвежцем, который ушел с последнего рубежа несколькими секундами раньше. Надо сказать, что Сергею удалось отыграть упущенное именно на лыжне. Он финишировал спустя почти полторы минуты после Фишера и на 12 быстрее норвежцев. В итоге у нашей команды серебряная награда. В Инселе на мировом первенстве по спринтерскому многоборью Игорь Железовский по сумме двух дистанций вышел в лидера, оставив на втором Уве Йенса Мэй из Германии на третьем японца Тэшиюки Кураиву. Йенс первенствовал на пятисотке, а Минчанин был вторым. Затем Игорь выиграл отрезок вдвое длиннее. Результат вы уже знаете. Добавлю только, что Андрей Бахвалов пока четвертый, Гуляев девятый. В состязаниях женщин впереди голландка Кристина, В эти дни в Югославском Загребе проходит финальный турнир волейболисток, оспаривающих кубок европейских чемпионок. Нашу страну представляют спортсменки Свердловской и Уралочки, которые без всяких хлопот победили в первой встрече голландский Аверосник. Во втором матче первого дня турнира хозяйки площадки волейболистки команды «Младость» тоже в трех партиях нанесли поражение итальянскому клубу Тордо Равенна. Результатом этих встреч безусловно доволен Николай Карполь и вот почему двух. Он руководит, как мы знаем, Уралочкой и кроме того является консультантом младости, за которую играют несколько его воспитанниц. В свое время Карполь говорил, что будет рад, если какой-нибудь из этих клубов выиграет главный приз. Сегодня мы получили известие из Италии, где футболисты советской сборной в очередном товарищеском матче победили команду города Таранто 3-1. Голы забили Мостовой, Колыванов и Юран. Ну а на хоккейном первенстве страны Спартак выиграл в Усть-Каменогорске у Торпеда 8-4, а Химик обыграл автозаводцев Нижнего Новгорода 5-0. Ну и как всегда в конце программы прогноз погоды. Синоптики обещают, что завтра 24 февраля в Коме СССР пройдет небольшой мокрый снег, температура минус 4, плюс 1 градус, в Центральном районе минус 4, плюс 2, небольшие осадки, в Центрально-Черноземном районе от минус 1 до плюс 4 градусов, в Эстонии и Латвии временами осадки от 0 до 5 градусов тепла, в Литве также временами осадки температура 2-7 градусов тепла, 1-6 градусов тепла в Белоруссии, плюс 2-7 в Молдове, на Украине также 2-7 градусов тепла, в Ленинграде пройдет небольшой мокрый снег, температура плюс 4-6, в Москве ночью минус 4-6 по области до 8 градусов мороза, днем небольшие осадки, температура около 0, на дорогах местами гололедится. МОЛДИСМЕНТОР 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 Субтитры создавал DimaTorzok